И что же делают женщины с пленниками? Кормят их супом из маниоки. Для духов нет ничего приятнее, чем видеть, что с обезьянами так хорошо обращаются. Это подношение – символ гармонии человека и природы. Выполнившие свою задачу маски, отправляются к дому духов. Но состояние юноши ухудшилось. Теперь уже как минимум 10 шаманов ухаживают за ним. Сражение против злых духов, виновных в болезни, должно состояться в мире духов. Шаманы курят, чтобы войти в состояние транса. Им надо поторопиться – юноша впадает в кому. Шаманы произносят заклинания, прежде чем извлечь из тела источник болезни. Злой дух мог внедрить посторонние предметы в жертву. Шаман с помощью магии извлекает их, высасывая через кожу. С Bevания. Попробуй! Шаман с Волом, Чешуя рыбы, обломок кости или дерева, кусок нитки, семена, другие подобные предметы. Источник зла извлечен, начинается выздоровление. Субтитры создавал DimaTorzok Юноша приходит в сознание после 24 часов беспамятства. Он вспоминает сон, в котором духи джунглей приходят к нему и говорят, что он поправится. Он осознает, что был серьезно болен, но не помнит, что делали шаманы. Знает только, что боль исчезла, как только начался сон. Он ощущал духов, перемещавшихся по молоке, и говорит, что видел их в виде людей с украшениями на руках и ногах. Несмотря на чудесное выздоровление юноши, духов леса призывают сделать еще одно усилие, чтобы закрепить успех. Для этого жители деревни исполняют танец муравьеда. Муравьед, гордо поднявший хвост, мечта хищника. Его легко поймать, так же, как идущего на поправку больного. Слабого удара по предводителю наряженных муравьедов достаточно, чтобы вся группа рассыпалась, как доминар. Если духи развеселились, представление будет эффективное. Маски и костюмы – важные элементы ритуалов всех племен Амазонии. Они олицетворяют силы добра и зла, и таким образом исполняют роли духов, которые определяют жизнь людей. Теперь на сцену выходят шаманы. Двое из них наряжаются, чтобы исполнить скетч о Бониане, духе которой виноват в болезни юноши. Слабый умер. Двое из них наряжаются, чтобы исполнить скетч о Бониане, духе которой виноват в болезни юноши. Слабый умер. Они олицетворяют слабый умер. Ты так стар, что лучше уж тебе не выходить наружу. Поют они фальцетом. Мы повелители джунглей, но до смерти хотим есть. У нас кружится голова, но мы поем. Поем из последних сил, хотя мы такие голодные, и в желудках у нас пусто. Аниан – это дух капибары, самого крупного в мире грызуна. Он достигает двух метров в длину и весит 50 килограммов. Резцы его постоянно растут, как и у бобров, и он должен все время что-то грызть, чтобы стачивать их. Капибара, а значит и его голодный дух Аниан, шатается вокруг индейских молок в поисках еды. Так что все уверены, это Аниан забрел в дом юноши. Один из ряженых грозит проглотить детей, если они немедленно не принесут ему поесть. Аниан! Аниара! Ура! 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 Один из духов слабеет, и напарник бронит его за то, что тот не остался в хижине. Он просит детей поддержать ослабевшего. Вмешивается шаман. Ты скоро поправишься. Медицина Камайуры лучшая, но я ничем не могу помочь твоему пустому желудку. Медицина Камайуры лучшая, но я ничем не могу помочь твоему пустому желудку. Жители деревни и духи одинаково наслаждаются происходящим. Это гораздо больше, чем пьеса. Это символ выздоровления больного и поражения зла. Финал. Анион наносит еще один визит своей жертве. Ты хозяин? Что-нибудь съестное есть? Хочешь, я спою тебе песенку? Я сделал тебя больным, очень больным, но убивать не хотел. Другую песенку? Я ем все. Я могу есть все без забот и хлопот. Слышал мою песню? Кажется, ты уже в хорошей форме. Другую песню? Кого теперь заразить? Еще песню? Нет, теперь я хочу, чтобы ты ушел. Я хочу, чтобы ты ушел. Побежденный дух возвращается в джунгли. Теперь, когда юношу вылечили, духа капибары, потерявшего силу и поверженного, нужно успокоить, чтобы он не начал мстить в будущем. Мужчины с детьми придумали для него пародию на летучую мышь. В Амазонии много видов летучих мышей. Индейцы их не боятся, за исключением летучие мыши-вампира, и верят, что летучие мыши защищают их дома и приносят удачу. Мирка майора вращается вокруг магии и всемогущей и противоречивой силы духов леса.